У вас есть грунт? Вот наверху он сейчас вычищает, после этого проходит грунт. Глава автозаводского района вместе с подрядчиком проверяют, как ремонтируют детский сад номер 61. Постройку 60-х годов в последний раз капитально ремонтировали в 1992 году. Сейчас ведут подготовительные работы по ремонту фасада. Расшивку, зачистку старой краски. После нанесут штукатурку и шпаклевку и покрасят. Чтобы понравилось детям, выбрали яркую цветовую гамму. По графику успеваем, то есть с запасом у нас как бы здесь нормально. Ну, на все про все нам дается месяц, но нормально, то есть нам хватает. На ремонт фасада направили 230 тысяч рублей из городского бюджета. На торгах удалось сэкономить 45 тысяч рублей. Эти средства потратят на ремонт кровли и замену трубопровода. Ожидания огромные. Мы ходим тоже с радостью сейчас на работу, хотя бы у нас работает две дежурные группы. Но родители, которые живут рядышком детским садом, в основном это наши родители, наши дети, они, конечно, заметили наш ремонт, звонят, радуются. Ремонт закончили и в детском саду номер 106 автозаводского района. На обновление направили 95 тысяч рублей. В учреждении установили новые трубы горячего и холодного водоснабжения, а также провели дополнительный ремонт внутренних систем отопления. Эти работы тоже удалось провести благодаря выгодным торгам. Трубы были в плачевном состоянии, мы обследовали и поменяли их на совершенно новые, которые прослужат очень долго теперь, без ремонта и безо всего. О трубах, которым не нужен ремонт, мечтал весь детский сад, рассказывает Ирина Лапина, заведующая дошкольным учреждением. У нас случались постоянные аварии, в основном, когда топительный сезон начинался, и трубы горячего водоснабжения где-то лопались, где-то протекали. Сейчас ремонтируют 11 детских садов в автозаводском районе. Всего за год работы пройдут в 41 дошкольном учреждении. В предыдущие годы выдавали 5, максимум 6 миллионов, а в этом году 10, это уже максимальное количество, больше не давали никогда на текущие именно ремонты. Всего в 260 школьных и дошкольных учреждениях Нижнего Новгорода проведут текущий ремонт. Александра Шеломцева, Время новостей.